Борис Майоров В 1958 году Николай Алексеевич Гуляев, он был старшим тренером «Спартака» команды мастеров, предложил мне себя попробовать в футболе. Но я не мог этого сделать. Я ему сказал, что я не могу. Я играю в шайбу в команде мастеров, я учусь в институте на дневном отделении. Мне просто футболом некогда заниматься. И только в 1961 году, закончив институт, я решился попробовать себя. Начал тренироваться с командой мастеров, причем сразу они меня поставили в основной состав. И я две игры отыграл в основном составе. Это был июнь 1961 года. Почему футбол? Там для творчества гораздо больше возможностей. Хоккей – консервативный вид спорта. Он существует более 100 лет, и все одно и то же. Два защитника, три нападающих и вратарь. Все. И все это ограничивается сложными техническими условиями. Коньки, клюшка, шайба, силовая борьба, когда тебя толкают, опихают, или наоборот, ты кого-то толкаешь. А футбол – это у тебя девять полевых партнеров. Как ты себя на таком огромном поле 110 на 70 имеешь возможность раскрыть. Вот это, например, меня всегда привлекало. Две игры отыграл, прихожу на тренировку, стоят Старостин и Симонян и говорят, ты знаешь, Федерация хоккей скандал подняла, почему он играет в футбол. А я к тому времени был уже игроком сборной СССР в шайбу. Выбирай, если ты остаешься, мы за тебя будем бороться. Ну, честно говоря, я подумал, что копья-то ломать, еще неизвестно, что там будет, а здесь я уже в сборной играю. И на этом закончил футбольную карьеру. Тройка советских спортсменов. Майоров, борься, шайба, борься. Борис Майоров открывает счет. Майоров ушел из футбола, а вместе с ним на рядовую арену ушла знаменитая кричалка «Шайбу! Шайбу!», которая, по легенде, впервые прозвучала на футбольном матче с участием Майорова. Это версия Николая Николаевича Озерова. Ему, может быть, эти кричалки были более слышны, чем мне. Но зацепка, наверное, какая-то есть, потому что, когда я вышел на футбольное поле, я был уже известным игроком в хоккей. Сегодня Борису Александровичу 80. Он отмечает юбилей в музее хоккея. Но при этом его любовь к спорту и футболу не остывает. Игра 11 на 11, где легче творить и тяжелее бегать в его сердце. Я футбол люблю до сих пор. Если по телевизору будут показывать рядовой хоккейный матч и какой-нибудь матч футбольный, зарубежный, особенно, с участием моей любимой Барселоны, я буду смотреть футбол. Я откровенно об этом заявляю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!